всем привет это опять я точнее мы вот это дима это виталий сергеевич с папиросой в руке мы против курения мы на рыбалке как вы уже видите это река это уже не море мы здесь второй день вчера день был посвящен переездом то есть мы сюда ехали где-то часов 16 потратили по моему на езду с проблемами доехали вот сегодня уже вторая половина дня а мы вот только-только более-менее поймали кое-какую рыбешку то есть вот лежит ки жучиха удалось трудно да и рыбалка судя вот по такому клёво будет трудно но как бы первый результат есть и мы сегодня будем в принципе с ужином поэтому это радует виталий сергеевич поймал линочка небольшого дима поймал кунжичку вот такая вот река река вода как черные черные чернила в нее даже не видно дна никогда почти и непонятно да можно даже не брать чай и не видно где стоит рыба из-за этой черной воды но мы стараемся к сожалению момент поклевки заснять не получилось это уже скажу честно его минут десять уже таскают в аки жуча это было чрезвычайно сложно потому что он сразу завел в коряги и шнур завел в вместе с этим шнуром там терся об них я думал я потеряю рыбу но он слава богу из коряк выскочил видите минут десять его вожу а он все еще сохраняет ну такую неплохую бодрость тихо тихо братан видите какой еще бодренький весь наш на бодрячка не теряйся братан вот так вот так вот вертушку прям аж зажрал я уже думал я и потерял и вертушку и кусок плетенки когда он в этих когда он в этих корчах бился отличная рыба сейчас еще и дождь резко ливанул только что было солнце на небе не облачко тут резко накатили тучи такие набежали мощные и вот кижуч скорее всего вот это вот либо от сетки либо это он уже моей плетенкой скажу так для моей плетенки как-то слишком круто скорее все-таки сетку проскочил хуф ну поздравляю себя вот первый хариус поездки попался ну скажу так традиционно он попался он бил блесну как попало неожиданно и под багрился на одинарник сбоку у меня часто за блесны хариус багрится потому что вот он блесну тюкает кусает нормального это сделать не может и вот в итоге там либо плавником либо животом попадается за крючок вот это как бы его фирменная фишка ну хариусом и разумеется берем в лов смотрите как он красивый хариус по моему называется под вид этот нижнеамурский хариус то есть он прям всех цветов радуги он прям переливается вот здесь там горчичные полосы здесь фиолетовые здесь такие рыжи красные полосы очень красивая рыба возвращаемся уже к машине такой вот тропинкой вот так все это выглядит рыба особенно не поймали пара кижучий несколько кунж маленький леночек несколько хариусов что будет о чем еще подумать на будущее ну что же следующий день покажет вечером долбанул конкретный дождь вот здесь у нас такой угар вот это ребята настреляли утки да кстати ребята я сегодня вас познакомил с одной частью команды а это антон но вы его раньше видели это николай и вот уже этого вы сегодня уже видели вот дима вы его тоже сегодня видели а он лёха из команды сегодня которая охотилась лёха это чё это у нас головы кижуча головы кижуча да это борис у нас жарит просто он убежал пока за камерой борис убежал снимать да 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 здесь конечно уже съели уже съели кунжу ленка хариуса хариуса офигенно рыбка пожаре судя судя по игрокам рыбка удалось вот так вот начинается третий день это снова кижуч только прям что называется пожарник весь красный и с огромным шнобелем хапнул вертушку и вот сейчас вот самая проблема будет вот эту тварину отпустить потому что рыба сама конечно полносил еще и непонятно я даже вертушки не вижу у него в пасте не пойми не пойми где ее как сажал еще и еще и перемотался весь а все вижу верт в вертушку углу вижу нигде мне на изломка подержи пожалуйста удочку если что от фрикционе шива так хороший кижуч хороший килограмма натрия потянет наверное только что здесь дима взял кижуча на 7 килограмм 200 грамм поэтому вот этот 3 килограммовый конечно вообще не вариант какая огромная зубастая пасть издал какой-то веселый звук выплыл вот вертушка старая добра тут всегда работает по кижучу вот так вот неожиданно прервалась съемка третьего дня дело в том сильный дождь постоянно заливал объектив ничего снять не получалось но итоги дня вот зайчик ваш покорный слуга подстрелил из-под нашей собачки из-под зены зена вывела на меня зайчика я не сплоховал дима сегодня взял кижуча на 7 килограмм 200 грамм вот он его чистит так икра кижуча бошки кижуча молоки кижуча голова кижуча ну и дима сегодня отличился взял леночка пушили на леночки сегодня не клевали поэтому сегодня единственный леночек кормили да дима был кормилец и поелец вот одно из блюд этого вечера здесь вот утку с картошкой почти доели дима доедает был до этого суп с уткой чечевицей а вот кижуч горячего копчения кижучу нужно вот так вот сверху вот это вот черная это соль и и насыпали просто большим слоем на шкуру шкуру срезами тарарора рай тарари рарай пошла елки-палки да что что делать а что ты делаешь боюсь я ничего не делаю вообще за кижуча за прекрасно приготовленную рыбку и вообще прекрасный ужин у еюшки мне кажется это вот та самая которая кем бы ты ни был чем бы ты не занимался и сколько бы не зарабатывал за деньги ты это просто так где попало не попробуешь именно какими бы деньгами ты не обладал просто так ты это не найдешь да уж восхитительная рыба просто восхитительная кижуч горячая правильно брать отодвигая шкурку и брать отсюда да если еще брать брюшко самое жирная с краешку вот это вот огонь какая рыба черт меня дерь я это четвертый день нашей охоты сегодня дровяной день не каждый день увидите как научный сотрудник лаборатории волновой динамики института морской геологии и геофизики колет вам дрова вот наша баня вот в бане запас дров прозрачная стеночка в бане вот палатка где живут дима лёха и виталя топливо тут лежит вот палатка где живу я вот топится печечка это специальная печь медленного горения так называемая пашихонка ну вообще по хорошему тут если правильно отрегулировать воздух загрузки дров хватает чтоб всю ночь мне было тепло но тут сушу вейдерсы оружие заряжаю девайсы от пауэрбанка сплю на кровати очень удобно отдыхаешь прям огонь это коля тут у меня сушит тоже свои вещи он палатка коли вот утка висит а вот наша палатка столовая как уж наверно видели пятый день пролетел незаметно сегодня мы толком не взяли не дичьи не рыбы вот везде затопили печки ночью холодает дичьи рыбы конечно мы не поймали но икра есть уха есть здесь вот плов из утки есть так что хоть и не добыли но я думаю голодными не останемся не так ли господа сейчас уже вечер шестого дня я извиняюсь что рыбалку не поди не поснимал но больно непроходимые там были кущи продираешься тяжело да ему сами видите улов очень скромный рыба клевала трудно и тяжело вот это маленький леночек это побольше леночек это южная мальма это хариус вот собственно и весь улов за день так все очень скромно надеюсь еще будет нормальный клев может тут под сниму ну а сейчас мы будем печь дрожжевые пышки и делать пунш из брусники у меня сегодня день рождения как знаменитой картине братьев люмьер прибытие поезда сейчас у нас ожидается прибытие моторной лодки ребят ходили в устье на охоту посмотрим мотор уже рядом рядом слышу все ближе его ну как ребята здравствуйте вид у вас лихой гуся взяли нету гуся у них сегодня была задача унижать южно-сахалинска и ребята с паранайска я так понял виталик ничего не убил какие хорошие уточки елки-палки давай зина зина суда сюда у ю ю ю ю кряк вы кряк вы кряк вы о ю 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 это у нас плов за пловом будет господи господи начинается потихонечку вечерний стол это вот вчерашний плов свежий салатик и вот начинаем и стол с моего сегодняшнего леночка с моего сегодняшнего галечка не про день рождения лёха я его уже сказал именинник всегда готовит вот так вот а вот так вот а вот так вот а так вот так вот ну-ка гольчик дали хорошо я сейчас пожарю все это дело о ее ю юшки ох ох они ушки ленок голец и сразу уже видно вот голец в красноту больше суперски а лёха тут нам нарезал он низко стоит полная крикошиных грудок крикошиные грудки а вот сердечко крикошиные грудки сейчас будут с овощами огонек за чудесно приготовленную рыбку пользуясь случаем хочу поздравить с днем рождения известного сахалинского видеоблогера бориса репченкова ура товарищи а я-то сам чо ура кричу борискин с днем рождения тебе спасибо счастья здоровья успехов и всего-всего друзей хороших друзей как вы так ну-ка я знаю что это уже на всю жизнь ленок бомба спинка аж пуши колямба нам уронил в пунш ленка или это был голец прекрасно просто прекрасно а вот так готовится пунш пунш это вода здесь брусника которому здесь по насобирали по соседству тут тимьян корица и гвоздика и сверху ну где-то здесь 250 грамм чистого медицинского спирта я понимаю что возможно есть другие какие-то рецепты спирта более классические точнее рецепты пунш но я их не знаю мы люди темные сахалинске не понимаем вот знаете в ресторанах подают такие блюда которые в чугунках подают на стол они еще кипят нас на сахалине корейская кухня тут это здесь особенно популярна у нас утиные грудки это утиные грудки здесь соус терияки овощи целые зубчики чеснока морковь лук запах такой что ребят просто с ног роняет сами себе завидуем по традиции это жарятся оладушки вот только что в оладушек попал какой-то комар комара теперь это пирожки с мясом оладушки я бы с радостью бы показал полную миску но оладушки к сожалению разлетаются я не знаю как это происходит но оладушки просто из миски пропадают седьмой день нашей телестройки мы опять на рыбалке он ребята дима только что взял ленка я пытаюсь принять на борт кижуча точнее это не кижуч а подкижучник уже на кижуча он размером конечно не вытянул подкижучник подкижучник ну-ка давай сюда дружок плыви вот и хорошенький какой ух да подкижучник на воблер ручной работы александра чадина хорошего блерок хороший кижучок личная рыба вот она ах ты ленок сошел зараза ленок хороший причем где-то в районе килошки сошел сейчас прочесал точку колебалкой потом небольшой вертушкой никто вообще не клюнул стоило поставить эту гигантскую третьего номера все тут же хорюзок сидит прикольно вот что ему надо заразе чуть было не сошел держится прямо на сопельке красивый красивый отпустим его ну-ка может еще там кто-нибудь живет дима кижака зацепил но визуально за пятеру за пятеру точно у димы рекорд 7 200 и опять кижучевая вертушечками ари рифт все течет но это не меняется как ее кижал так и и жрет хорошая и вообще не хочет по моему никогда поклевка еще одна еще одна поклевка вот сел 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 доел доел оленочек маленький леночек сошел маханьки маханьки грамм на 200 да три ленка получается с одной точки сейчас удачи в вертушку никто не провожал но все-таки я его домучил этого хариуса вот он какой красавчик я нарядно поставил мушку черный егерь вот это принесло свои плоды трудно очень клюет трубы очень трудно клюет восьмой день нашей поездки сегодня транспортный день сегодня мы уже переезжаем на другое место ну и решили немножечко пострелять вот вот в этом в кедровом сланике кедровый сланик но это для тех кто не знает такой небольшой кустарник бродят вот такие вот куропатки большие белые и жирные вот попал на стайку стрелял эту сразу взял и еще одна в лед уже летела но эту сидячую взял в лед она летела промазал куропатки здесь здесь ягодка повсеместно сейчас вот здесь брусничник пустой ягодки не видно но так тут ягоды довольно много наверное клюют шишки кедрового сланика шишки кедрового сланика выглядят вот так то есть шишка как кедр только гораздо меньше а внутри вот такие вот семечки зернышки и внутри орешки орешки очень вкусные такие же по вкусу как кедровые и вот таких шишек тут сплошным ковром вообще все шишки тут едят все и люди и звери и птицы антон саныч ну-ка покажи шикарные куропачи еще красота не зря пробежали с тобой послание куда не на мушке кричали молодец вот gps всегда берите с собой пушек куропачи сидят вот в этих дебрях чертом пойми чего только солнце и gps тебя спасут утро девятого дня новое место все прекрасно он лёха готовит за не покушать за на тому же и кушает вот наш лагерь так по разбросано коля антон еще спят я лёха виталий и дима уже бодрствуем вот наша палатка с виталиком овсянка подождет вот наша речечка выглядит просто прекрасно так и хочется закинуть блесенку и дима там уже что-то бросает ну судя по тому что он ходит с удочкой дальше у меня чуть не особенно клюет перемещается постоянно какая красота просто красотища вот новая речка и вроде как первая рыба пуша первая поклевка у меня уже состоялась но рыба сошла посопротивлявшись чуть-чуть а вот здесь вроде господи кто это вообще похоже немножко на кижуча но как-то для кижуча как-то это странные пропорции вообще странные пропорции ну точнее даже не на кижуча похоже похоже на подки жучника ну-ка давай ближе разберемся кто ты такой ополоснуть ну так конкретно нерестовый мелкий кижуч точнее кижучиха не будем ее тормошить лишний раз отпустим смирно давай очухивайся мамуля очухивайся он туда туда все вроде оклемалась у нее какой-то еще вид нездоровый а какая-то вся побитая покоцанная побросал ну видите какая прекрасная . побросал немножко воблеры по нулям закинул старую добрую ариадну тут же поклевка чем видел как рыба отошла от 1 прошла какое-то расстояние за вертушкой и не торопливо слопала все наблюдал прям я пока так и хожу с одним кижучем а виталий сергеевич уже поймал шикарнейшую рыбу ленок где-то на полтора наверное килограмма отличная рыба с красивая сильная рыба зяна тихо не подходи сейчас в леске запутаешься меняем или ног отличная рыба виталий сергеевич поздравляю так фотосессия не отпускай такое монументальная нет я про то что вертушка не заводит ленки пугливые и одного поймал остальные сразу вообще в глубокую кому впадают этому ну два линка с одной точки это прикольно я помню как-то 5 линков поймал с одной точки это был просто шок и трепет вообще 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 не ожидал таких результатов не успели от греметь фанфары виталию сергеевичу как я тоже зацепил своего леночка мой леночек сильно меньше леночка виталия сергеевича ну знаете ли как-то я не особенно переживаю в этом плане покажись ка сюда вот сливается кровь с ленка виталия сергеевича а вот мой ну мой так сильно меньше но я все равно этому рад очень красивая рыба и я пожалуй его отпущу потому что я лучше подожду своего трофея эту козявку можно отпустить вот до контакт полтинничек с одинарниками потому что тут страшно ставит тройники и коряг на коряге ух ты витасик вот эта поклевка вала его удочку не выпустил из рук во второй раз не хочет тоже место ему кинул не хотит ладно а какая-то ерунда гуляла за вертушкой сейчас видел интерес определенно присутствует вот это поклевал святасик я в пророс это хороший ленок да не виталик ленок не боец он сейчас не ну и как это обычно у меня случается самый неподходящий момент села камера пришлось там доставать новую батарею там менять все эти дела вот тут у меня уже один харизочек леночек виталий сергеевич одновременно со мной поймал небольшого ленка теперь виталий сергеевич показывает чудеса в литежировки и джигитовки виталий сергеевич сначала думал нырять в воду с ружьем но потом подумал и ружье снял и решил упасть в воду без ружья к сожалению зацеп вот хорошее место напали получается с него уже сняли несколько хариусов и двух ленков вот она черт обгонная муфта на катушке что-то сейчас сплоховала на харизок неплохой такой да очень хороший харизок красота очень красивая рыба попался за краешек губы я думаю отпущу хотя не передумал отпускать в итоге отпустил случайно отпустил мы боксим только в реке рыба от этого больше будет забросы тут конечно прям приходится делать в копеечку иначе коряга коряга и смерть приманки ленок лежал на столе следы от стола на этом тоже следы от стола это промежуточный итог сейчас вот время обеденное поймали еще кунжи много кунжет кунжу отпускали так рыбалом нет нет не порти не порти мерзким напитком газета лучший друг рыболова кто бы что не говорил иногда мне в комментариях пишут что борис ничего не делай на газете газеты с вредной краской ребят вредную краску не выпускают уже лет 40 может 50 это бы это было актуально при хрущеве сейчас это не актуально чувствуешь какая деревянная шкура у него виталик сошьем сапоги да у него шкура он прямо на сапоги как готовы хоть час вот так вот обустроили рабочее место для виталия какая красота мегары жирная рыба второй по вкусу на сахалине после симы так а вот с этой стороны палатки тоже кипит работа вот это вот уже опаленные утки это щиплется все там куропатки вот куропачины и грудки ё-моё чего настолько не будет утки необычайно жирные поэтому когда опаливаем прям аж жир стекает суток страшенное дело происходит сало просто плывет с них вот уже закипела сало неимоверно жирные конечно а вот прямо часто это сгорает с выстрелами тоже и что делается сальные до невозможности рыбалка несмотря ни на что продолжается это самец киты в брачном наряде и скорее всего уже отметавший молоки скорее всего в нем уже пусто то есть свое предназначение он исполнил такого можно даже но не то что не отпускать а такого можно оставить лежать на берегу чтобы покормить михал потапчик михал потапчик сейчас будет рад разнообразию меню сейчас виде какие у них зубище вот поэтому американцы называют киту иногда dog salmon то есть собачий лосось зубы как у собаки вот он этими зубами сажал мою вертушку красавчик я вот на лодке от ребят отплыл немножко пытаюсь найти что-то но пока толком не клюет а еще и из-за дождя очень трудно снимать только достанешь камеру на объектив попадают капли вообще ничего не видно ну и в качестве такого промежуточного итога дня вот разделанный подкижечник и разделанные ленки уже чисто филешка и вот это половина полукубика это уже засоленные хариусы какая прелесть нам уже скоро ехать домой через пару дней поэтому привезем их домой дома повялим половину фарша уже из расходовали а котлеток уже и не осталось ну что сэр и не было дохать для таки то котлеток и не было у нас только ну за котлетки из ленка сегодня был лучший день из нашей телестройки когда лучше лучший день нашей телестройки вот котлетки из ленка там внутри икра ленка кусочки кижучек и стасик майонез это немножко не то там лучок икра ленка кижуч и ленок офигенно много лет назад я со своим папой царство ему небесное перед тем как пойти на рыбалку мы вечером садились за кухонный стол ставили перед собой миску икры брали вот такие чулки сейчас как бы чулки делаются такие капроновые специальные мы раньше брали обычные женские и делали так называемые тампоны бралось немножко икры вот так вот игра в чулке вот так вот клубочек заматывалась потом из этого же чулка выдиралась ниточка не всегда получается сделать красиво не всегда ниточка не рвется вот ой порвалась тащим еще продираем не страшно мы тут проездом какая-то страшная ниточка о и вот этой ниточкой так вот много много оборотов обороты можно не считать просто шпарьте шпарьте весь плюс этой ниточки тоже как только вы отпустите кончик как только она кончится ниточка не будет болтаться а тут же прилипнет к тампона потом вы берете вот так вот получается вот такая вот штучка эту штучку нужно одевать на крючок и ловить рыбу последний раз вязала я тампоны может лет 15 назад сейчас вот опять жизнь заставила руки помнят самое время привести план в действие попробовать его дошел до хорошей точки этой точке мы вчера ловили и ленка и харюс первый заброс по нулям черный медсрень мимик hea з з Второй только нулем. Грустно. Вот она. Сидит рыба. Сидит. Сидит и хорошая рыба. Хорошая рыба сидит. Хорошая рыба на крючке. Отличная рыба на крючке. Читерство. Но читерство работает. Работает читерство. Хороший ленок. Хороший ленок. Вчера мы сделали из ленка шикарные котлеты. Но сегодня что-нибудь новое блюдо придумаем. Либо как-нибудь повторим котлетки. Может быть хороший размер. Очень хороший размер ленка. Прекрасно. Обожаю такое. Я как в детство вернулся. В детство я очень много ловил на тампоны. Снасть моя предельно проста. Джиг головка весом 1 грамм. И вот так вот за краешек обязательно по дороге лопнув одну икринку. Чтобы пошел запах. Так вот нанизываю тампон. Чувствую себя вообще отпетым читером. Но так прикольно. Так весело. Я бы даже так сказал. Так то обычно тампон это для поплавочной снасти. Но я уже тут на опарыша на джиг головке ловил. Пришла пора тампона. Так поклевка. Вот она. Первый заброс. Ай. Сошел Хариус. Первый заброс. Поклевка. Это хорошо. Я имею ввиду первый заброс на новом месте. Так что уже в рюкзачке лежит один леночек и один Хариус. Вот она. Попался. Харюзотчик на тампончик. Его мы вот так вот в ведерко. А сами повторим заброс. Рыба есть. Но сами видите. Что по воде плывет. Плывет много хвои от лиственницы. Плывут листья. И возможно рыбе просто в этом мусоре тяжело понять. Что корм, а что нет. Регулярно в свое время приходилось словить рыбу и потрошить. И у меня в желудке там какие-то почки от деревьев. Какие-то веточки, камушки, кусочки маленькие. Там всякая ерунда. То есть вот так вот стоит в потоке. И нет-нет, да что-нибудь скушает. Когда-то действительно что-то стоящее типа икры. И когда-то вот вполне себе настоящий камень. Хотя камни у рыбы еще в желудке от того, что они едят ручейников вместе с домиками. То есть вот съел они вылупившегося ручейника, а ручейника вместе с камнями, из которых он сделал себе дом. Из-за дождя очень трудно снимать. Объектив залит постоянно. Поэтому просто держу камеру сухости. А когда вот попадается рыбка, она к сожалению попадается очень редко. По реке плывет масса мусора. Трудно рыбачить. Вот такой вот прекрасный ленок. Вертушку ударил, как в последний раз бил. Неймоверной силой удар. Я прям покайфовал с него. Обожаю ленков за их поклевки. Ну и немного о месте, где мы рыбачим. Вот видите, вокруг тут какой-то мусор. Какая-то помойка. Только помойка такая подозрительно заросшая мхом. Тут дело в том, что я сейчас нахожусь на месте, где стояли жилые дома. И вот эта помойка, это скорее всего просто в доме стояла какая-то пустая стеклотара. Возможно для каких-то надобностей. Либо просто там в свое время забыли выкинуть. Дело в том, что тут был поселок. И название его я узнал случайно. Потому что на старых картах этого поселка еще не было. А на новых уже не было. То есть он прекратил свое существование. Довольно недолго существовал. И вот эти дома просто побросали. Была гигантская страна. Советский Союз, который посылал своих... Сыновей и дочерей покорять неизведанное. И когда они понимали, что что-то покорять им больше не хочется, они вот так вот все бросали. Просто вот кинули дома гнить. То есть не сожгли, не снесли. А просто оставили. И вот пусть теперь лес уж сам, как знает, с этим борется. Знаете, я вот как-то... У меня вот такая разруха. Ну прям грустно смотреть. Просто вот бросили в лесу дома. И вот живите как хотите. Тут все вот зарастает. Сейчас здесь людей не живет уже много-много лет. Видите, вот кругом лес. По которому я тут и брожу вот с удочкой. Вон там вот тоже вдалеке остатки дома видны. Вот видно, что дорога была когда-то. Вечер десятого дня. Наше пребывание в этих краях подходит к концу. Завтра одиннадцатый день. И нам надо будет ехать уже домой. То есть почти весь день мы будем ехать. Мы сейчас вот сжигаем мусор. Его накопилось изрядно. Будем его еще несколько часов тут жечь. Дело долгое. А так... Рыбалка сегодня из-за дождя была очень сложная. Очень много мусора летело в реку. Но вот в этом кане... Рыбачили сегодня только трое. Я, Леха и Дима. В этом кане вот наш улов на троих уже чищенный. Снизу лежат четыре ленка. Сверху не помню сколько хариусов. Скромненько, но что есть, то есть. Вот уже поздний вечер десятого дня. Я в своей спальной палатке. И всем, кто смотрел этот ролик, хочу сказать пока-пока. До свидания. Надеюсь, это было интересно. А всем, кто хочет послушать про мои снасти, на которые я ловил, добро пожаловать. Остальные несколько минут. Вот еще раз. Всем до свидания. Вот под звуки, потрескивающие печки. Последние несколько дней подряд шли дожди. Поэтому, хоть и не особенно холодно. Потому что обычно в это время здесь все-таки холодно. А тут постоянно шли дожди. Фактически все 10 дней шли дожди. Просто с разной степенью интенсивности. То постоянно приходится сушиться. Вот у меня, видите, рюкзак, куртка. Все сушится. Сапоги сушатся. Ладно, еще раз. Всем до свидания. Так, ну а теперь к моим снастям. Все это время я ловил удочкой Maximus Egoist Z. 76-я до 10 грамм. В руке конкретная легкая дудочка. Ну, сами видели в роликах. На кижуче она не пасует. Ну и более того, здесь кижуч, как бы, ну, ему нет места показать свою реальную силу. Поэтому он просто там от берега к берегу бегает. Ну, а ты просто стоишь и ждешь, пока он устанет. А поскольку клюет он вот на такие небольшие приманки, то палка более серьезная, особенно и не нужна. Я с собой брал еще вдобавок граффит лидер Silverado. Тоже, по-моему, 76-я, ну, до 15 грамм. Она, в принципе, не понадобилась. Я понял, что этих мощей нам не надо. Теперь о приманках. О приманках, как всегда, я буду говорить. И об отличившихся, и об не особенно отличившихся. Здесь в этот раз королева приманок была вертушка. И я, к сожалению, не могу показать главную королеву приманок. Это вертушки с лепестком Аглия. Мепсы. Но они все пооборваны. Все погибли в боях. Ну, думаю, все рыбаки понимают, о чем идет речь. Это Мепс Аглия 2-го и 3-го номера. И была Мепс Аглия Брайт 3-го номера. Вот, Миарий Рифт. Я ее на рыбалке в эти места ввожу постоянно. Очень хорошая, работящая. И мой любимый цвет лепестка – это медный. Я считаю, это вообще для этих мест лучшее. Вертушка ручной работы от Алексея Вьюнова из города Москва. Очень стабильно работала. Очень далеко летит, глубоко идет. Хорошо привлекала и Хариуса, и Кижуча. Даже Киту одну на нее поймал. Но вот не поймал на нее ленка. Вертушка Миария Риадна ловила и Ленка, и Хариуса. И, по-моему, еще и Кунжичку немножко ловила. Ну, она стабильная, про нее как бы нечего говорить. Спинербейт Лаки Крафт Ариас. Сейчас идет очень неглубоко, там на глубине где-то сантиметров 15-20. Но с самодельной вот такой мушкой, меня Паша Брабус связал, довольно неплохо ловит Хариуса. Особенно, когда Хариус уже распугался, и не особенно торопится брать обычные вертушки. То работает. И вот я здесь положил еще вертушку D3 Custom Far Lab. Чисто, чтобы показать тип лепестка. Видите, лепесток здесь нанизан на ось, а не крепится через петельку коси. Лепесток, так называемый, сделанный по системе Inline. Так вот, Inline лепестки в этот раз вообще не работали. То есть, ну вот, вы знаете, есть там Смит АРС, есть Яри Блендер, есть Мепс XD. То есть, все вертушки, где лепесток сделан по вот этому типу, они все вообще не работали. Они все остались вообще даже без поклевок. Я не знаю, как такое объяснить, но все вертушки с классическим креплением лепестка работали. Инлайны нет. Так, сейчас немножко перерывчик. Стало жарковато, что-то прям аж жарко. Пора прикрыть поддувало. Так, опа. Так. Из колебалок могу лишь отметить только 7-граммовый Art Fishing Bite. Вот, он работал стабильно. Все остальное лишь эпизодические поклевки. Этот ловил, единственного, за всю поездку гольца поймал. Ловил ленка, ловил хариуса, ловил конжу и поймал первого, по-моему, кижуча я поймал на него. То есть, очень боевой. И вот, заметили, ну, его там из 10 дней, около 5 дней купал очень плотно. Краска почти не слезла. Респект. Теперь пробежимся по воблерам. Во-первых, это воблер с очень длинным названием. Diver Press Double Clutch, по-моему, SS. Tuned by HMKL. HMKL, это тоже компания по производству воблеров, отказуемые изуми. И вот, скорее всего, как-то они как-то протюнячили штатный воблер-дайвы. Идет не глубоко, довольно размашисто, но привлек мне одного ленка и исправно ловил конжу. Очень приятен в использовании, очень хорошо держит течение. Мне просто нравится на него ловить, он визуально очень красив. А когда воблер красив, то и ловить он, скорее всего, будет. Опять в списке ветеран. Это 50-й Деконтакт от Смита. Ловит. В чем говорить? Вы знаете, как он ловит. Все, кто знает, что такое Деконтакт, понимают, что это такое. То есть... Ловил, ловил кунжу, ловил ленка. Хариуса ни одного не поймал. И на него, по-моему, маленького подкижучника удалось поймать. Не помню, только попало, в кадр не попало. Я не особенный любитель плавающих воблеров. Но в данном списке, во-первых, вот этот пресса плавающий. И во-вторых, вот этот 64-й Смитов Селект. Тоже плавающий. Дело в том, на видео видели, что большинство речек сплошные коряги. Просто корч на корче. И в корч как раз вот кинуть плавающий воблер. Ну, самое оно. Что я регулярно и делал. И вот этот хлопчик ловил исправно кунжу. Ленки, по-моему, до него не добрались. Вот. Гусеница от Александра Чадина. Я не помню размер. Размер приблизительно 50 мм. Такая интересная голография. И нету традиционной для гусеницы сегментации. Но, я так понимаю, так надо в данном случае с данной окраской. Воблер мало то, что красив. На него приятно ловить. Чувствуется теплота ручной работы. Но и в эту поездку он был, скажу так, почти один из самых результативных воблеров. По разнообразию. На него клевали и хариусы. На него клевали ленки. На него клевали подкижучники. На него клевала кунжа. Разве что вот гольца на него, по-моему, не поймал. Вот так. Зачет, как он есть. Катушка у меня все дни была одна. Это Diva Calde 14-го года. В размере 2506. Шнур. Единичка. Какой-то Varivas Multicolor, по-моему. Насколько я помню. Вот этого комплекта прекрасно хватает, чтобы оперировать тут с любой рыбой. Там от кижуча до самого маленького хариуса. Если видели у Димы видео, как он поймал кижуча на 7 килограмм 200 грамм. Он его поймал тоже вот здесь вот вместе со мной мы рядом стояли. У него была плетня единичка. И удочка тоже, по-моему, до 10 грамм. Ну и ничего. Кижуч на 7 200 взят. Никаких проблем. Так. Ну и насчет того, если у кого-то возникнут вопросы про мое хозяйство. Палатка, кровать и печка специально мной куплены, чтобы жить в тепле и довольстве. Печка специальная, туристическая, из тонкого железа. Она не создана, чтобы ее раздухаривать до красна и всю ночь в нее подкидывать. Я в нее подкладываю один раз дров, подкладываю один раз на всю ночь. И вот этим стаканчиком регулирую подачу кислорода. Если его поставить на минимум, всю ночь печка будет не горячая, но достаточно теплая, чтобы обогревать воздух в палатке до какого-то минимума. А дальше вступает в роль спальник. У меня хороший спальник. И получается у меня в палатке всегда сухо, слегка тепло и очень комфортно. И очень легко дышится. Палатка специально бралась под эти размеры. Палатка Эдхигаши Кама Пирамид. Она бралась под размеры кровати. То есть кровать около двух метров в длину. И палатка бралась со стороной стены 2.20. Под это же бралась и печка. Печка, по-моему, называется Турист 25-литровая. Бралась на сайте Pashahonstar.ru. Печку уже вожу. Получается, почти скоро год ей будет. Вообще никаких нареканий. Простая, как три топора в использовании. То есть ничего лишнего. Отличная вещь. Так. Ну и рост начал я хвалить свое оборудование. Похвалю еще. Вот на зарядке стоит фонарик. Сейчас отключу. Это кемпинговый фонарик. Кемпинговый фонарик. Фонарик от компании KILNX. Он работает как в освещении. В трех режимах. Так в режиме красного. Ну и такой режим ночника. При красном свете, в принципе, можно комфортно спать. Но если ты там проснулся, то тебе все видно. И в режиме вот таком. Это ультрафиолетовый фонарь. Видите, сколько в нем внутри насекомых. Но это уже они засохли, вытряхлись. Раньше их было гораздо больше. Потому что фонарик их почему-то притягивает. То есть они летят на этот свет. Но это все ерунда. Главное преимущество для меня, что он у меня висит под потолком. И когда заденешь его головой или что-то, он падает. И делает это вот так вот. Смотрите. Бам. У него мягкая вот эта вот груша. Она силиконовая. Поэтому что с ним не делай. И это не какой-нибудь Алиэкспресс. Это очень качественный пластик. Поэтому бей его, не бей. Ничего не будет. Кайфовая штука. Всегда беру с собой. Рекомендую. Ну, в принципе, по оборудованию пробежался. Все, что мог, показал, рассказал. Всем пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Алиэкспресс.